Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Камрадо Атомный, и я хочу научиться испарантом, чтобы это не научиться. Если вы хотите научиться об этом языке, то вы можете перевести на канал моего спектанта Eleganta Vampira, который вы пишете в моем видео. В этом видео я расскажу о документах, где секретарь Сервой Деусоно, Кай Совет Унио. Термоядерный приветик, с вами Playboy Атомный. Мы продолжаем изучать испаранту посредством сайта Lerno.net на уровне A1-A2. Если вас интересуют другие изобретенные языки и такой язык, как Катава, вы можете перейти на канал моего подписчика и зрителя Eleganta Vampira. Он обычно пишет что-то под видео. Вот так вот. Сегодняшняя серия, прошлая серия меня задела по поводу спецслужбы, и сегодняшняя серия я решил вам показать. Значит, давайте. Вот у нас есть официальные сайты ЦРУ и ФБР. Вы можете на них зайти и эти документы оттуда взять. КГБ это есть сайт Литовского музея. Литва рассекретила все документы по КГБ, и там они расшифрованы. Многие могут подумать, да, они националисты, они придумали, солгали. Учитывая то, что я ходил в архивы, видел, смотрел у себя, вот, и сравнивая с тем, что показано в документах КГБ, и пересекаясь с теми документами, которые ЦРУ доставало, секретные советские, то я скажу, что это подлинники документы. Кроме того, они показывают, что КГБ более высокоморальнее, чем ЦРУ, в том плане, что они не позволяли убийства какие-то наемные и прочие вот такие действия. Но по-другому действовали. Тем не менее, все равно, есть проблемы в том, как действовало КГБ. Ну вот, например, смотрите, ЦРУ. Вот смотрите, что их очень сильно интересовало. Советские заводы увеличивают производство тракторов. Очень заботило ЦРУ США производство тракторов в СССР и то, что они поставляются в США. Их задавал вопрос, а не забьет ли это производство американских тракторов? Да, мало кто знает сейчас в связи с изменами и тем, что изменникам выйти популярно, или с тем, что нихера не надо учить и знать, и изучать историю, что в 70-х годах советская техника, в том числе трактора, была лучше, качественней и дешевле, чем западная техника. Все эти именитые Джон Диры, Хейсы и прочее, все это уступали и, более того, даже тырили эти конструкции советских тракторов. Потому что вам рассказывают другое, что все украдено с запада, что запад он такой идеальный, он никогда не воровал у Китая порох, никогда не воровал компас, конструкцию кораблей, ничего не воровал, наркотой не торговал, запад это прекрасные страны. И через помощь силы и оружия они делали свободные рынки в азиатских странах. Да, азиатские страны не хотели торговать западом. Тогда приплыл флот, начал бомбить азиатские страны, и таким образом они, вот невидимая рука рынка, понимаете, все чисто добровольно, чисто гуманно, вот никакого применения оружия, они всегда будут использовать оружие. Вот, не надо иллюзий каких-то питать. И вот их беспокоило, то есть, которые воровали вот это все, их беспокоило, что советские трактора начинают продаваться в большем количестве в Соединенных Штатах Америки, понимаете ли. Это проблема. Вот чем занимаются ЦРУ, да, шпионов каких-то, которые там хотят найти атомную бомбу заложить в Нью-Йорк. Может, этих они ищут шпионов? Нет, нет, зачем? Они интересуются тракторами. Трактора, сколько тракторов Советский Союз продаст, вот и будет ли это проблема для них. Потому что их производство хуже, чем советское. Как так оно получается, да? 70-е годы вам, ребята. Так, что? Значит, вот трактора очень интересовало ЦРУ. А вот это на сайте самого ФБР вы можете найти Коинтел ПРО программу. В Википедии тоже можете про него прочитать. И вот здесь собраны все материалы вместе, сопоставлены. То есть, Коинтел ПРО, то есть, действия ФБР против Компартии США. Да, была и есть Компартия США, и как они подрывали ее деятельность при помощи агентуры. Ну, это ладно, да? Значит, вот Пуэрториканское движение за независимость. Тоже они туда лезли. В общем, афроамериканское освободительное движение. Там они занимались. Новые левые, искусственный интеллект. То есть, ребята, было чем им заниматься, да? Подготовка ликвидации, прочие вещи. Вот, можете читать. Если разбираетесь, можете разговаривать на английском языке, хорошо читать. Вот вам чтение. Очень интересно и познавательно узнать настоящую подноготную того, как действительно демократия работает. В кавычках. Нету никакой демократии. У них очень жесткая диктатура и цензура. Похлеще, чем в Советском Союзе. Вот. Если вы хотите о свободе, то от США нужно держаться подальше. Вот. Вот таким они занимались. У меня есть, когда писал, вот специально о папочке выделил документы, собирал реконструкцию Советского Союза 2020 года. Ну и собирал разные документы по архивам. Мне было интересно посмотреть. Давайте посмотрим, что еще ЦРУ интересовало. О спутнике они писали. Причем там есть такие, какая-то чушь и дичь. Знаете, типа, ой, мы думали, что спутник это суперкласс. Это классная вещь. А на самом деле херня. Как ЦРУ пыталась, Советский Союз, макеты спутника возил по всему миру, на выставки ставил. И здесь есть материалы о том, как ЦРУ пыталась проникнуть, чтобы разобрать на вот эту выставку, проникнуть, охрану обойтись, чтобы разобрать этот спутник, пофотографировать и быстро снять. А шо ж, как этот спутник устроен. Вот. Им очень было интересно. Вот такие эти прогрессивные США. А потом ихние спутники, которые не запускали. Капутник, например, вспомните, да? И другие не запускали. Они что-то повторяли форму этого самого спутника Советского Союза, да? Но только взрывались, потому что ракеты нормально не работали. Потом они, правда, свой эксплорер запустили. Это уже собственная их была разработка. Но первые спутники, которые они пытались запустить, это была переделка и копия Советского спутника. США и капиталисты ничего не воруют. Мы ж такие отсталые. А они пытаются украсть, блин, на конференциях всяких, посмотреть, как же этот спутник с макета устроен. Потом они там на павильоны, где снимаются фильмы. И есть советский фильм, этот, «Планета бурь». Там, где снимали, типа, что на Венеру приземлились люди все это. И ЦРУ проводили разведку, что это... А вдруг СССР действительно уже на Венеру прилетели бы? Понимаете? Ну, то есть, кажется, спецслужбы – это такая супер какая-то классная штука. Пока вы не читаете этой хери. Не считаете, чем они занимаются на самом деле, блин. Там еще есть, у нас в городе есть музей, да. И я находил ЦРУшные, эти самые, фотографии этого музея. И они пишут, что это не музей, а это военная база. Твою мать! Какие же они дебилы, вот! Ну, то есть, вот вам ЦРУ. И мне интересно, понимаете, то есть, многие воспринимают, что документы ЦРУ или ВБР, что они там, ну, то есть, о другой стороне точно знают все. И, знаете, сопоставляя с тем, что было реально у нас, и с тем, что думали в ЦРУ о том, как у нас происходит, то это, конечно, дичь. Есть, конечно, и полезные материалы. Вот, допустим, эта самая тренировка войска Варшавского договора о том, о ядерной войне. То есть, там разыгрывали сценарий, ядерная война, какие цели уничтожаются, все это. Это было интересно почитать и посмотреть. То есть, своих материалов таких, конечно, не опубликовано. Оттуда я узнал, что, оказывается, в Советском Союзе была куча изданий, то есть, различных журналов, там, и все этих, которые, и книг, которые были закрыты. То есть, их нельзя было получить в открытом доступе. Это были специально для офицеров высшего командного состава были журналы, о существовании которых никто не знал. И ЦРУ, они заполучили вот эти журналы, и там были материалы написаны по учениям по именно ядерной войне. Советский Союз проводил учения, и что, то есть, какие выводы они делали, все это крайне интересно. И было интересно посмотреть, насколько на учениях доктрина применения ядерного оружия в учениях нашими военными отличалась от того, как применяли вооружение Соединенные Штаты Америки. Потому что у США совсем другая доктрина была о применении ядерного оружия, чем та, которая демонстрировалась советскими этими самыми учениями. Поэтому это интересно сопоставить. Но есть, конечно, трактора, например. Торговый флот им очень было. Очень важно было с ЦРУ знать, сколько тракторов во Вьетнаме, и что это за трактора. Вы что? Как же по-другому? Ну вот с этими, с кибернетиками, как они боролись. На это уже ФБР боролось. Вот поэтому очень. Вот по Кубе интересные материалы. Как они готовили вторжение на Кубу. Как они готовили провокации. Как они хотели убить Кведера Ля Кастро. Ликвидировать его. Все это замечательно. Ну и по КГБ есть тоже куча материалов. И давайте сейчас перейдем, собственно, к КГБ. Вот, это справка. Справка. Ну вот, видите, да? Вот сделано все. Вот даже сайт. Тут водяные знаки сайта, куда вы можете перейти и посмотреть. Там много документов почитать, если вам интересно. Значит, давайте почитаем. Комитетом государственной безопасности при Литовской ССР в октябре 1962 года в городе Вильнюсе была выявлена группа из числа молодежи, которая под прикрытием прослушивания записей и грампластинок с западной модернистской джазовой музыкой группировалась на частных квартирах и в молодежном кафе-читальне Пеледа. Где вели разговоры националистического характера, рассказывали антисоветские анекдоты, допускали аморальные поступки. Эту группу входили. Тут перечисляются 11 человек. Вот. Гусева Ольга Николаевна нигде не работает, проживает в городе Вильнюс. И девушки, конечно, потому что... В процессе опроса этих лиц установлено, что судикос преклоняется перед западной культурой, восхваляет американский образ жизни, увлекается культурой модернистской джазовой музыки и для получения грампластинок с записями такой музыки устанавливает письменные связи с лицами, проживающими в разных капиталистических странах. То есть чувак слушает музыку, ему нравится западная музыка, между прочим, джаз это не просто американская музыка, а это афроамериканская музыка, это афроамериканцы распространяли эту музыку, они ее придумали и продвигали. Вот видите, одно из величайших достижений культурных США связано с афроамериканцами, которых белые американцы подавляли и говорили, что расисты, афроамериканцы ничего придумать сами не могут, они дебилы. Как дебилы придумают целое направление музыки, которое стало всемирно популярным? Если они такие дебилы, каким образом они умудрились это сделать? Да? Вот как интересно получается. А вместо того, чтобы КГБ объясняло, что, блин, елки-палки, джазовая музыка это афроамериканская музыка, мы ее должны поддерживать и смотреть, потому что это подавляемые люди в Соединенных Штатах Америки, нет, КГБ наоборот преследует людей, которые слушают джазовую музыку. Вот вы сейчас можете слушать, например, музыку New Retro Wave или рок, скажем, и за вами будет следить СБУ, ФСБ, потому что вы же изменник Родины, потому что вы слушаете рок. Что вы думали себе? Ни хера себе! Это изменники только. Люди, тут КГБ, на что тратились, блин, деньги? Вместо того, чтобы найти реальных изменников, а это были перестройщики, они занимаются вот этой хернёй, ищут человека, причем, понимаете, в чем прикол? Ну, эти ребята, они не какие-то там руководители, они не какие-то там на заводах, где секретная производство работает, нет, это просто ребята, ну, гражданские, которые, ну, не имеют никакого большого значения. Они не имеют большого значения. То есть там компания, ну, человек, вот 11 человек, да, они, большинство из них не работают или работают на каким-то заводами, там, столяром или все это. Нахера такими людьми вообще заниматься? Нахера нужно, если на самом деле интересует, вот чисто подумайте, куда бы вы, где бы вы искали шпионов и предателей, вы бы искали в среде специалистов и инженеров каких-то секретных отраслей, там, где космическая техника, там, где военное производство, там, танки, самолеты. Вы бы искали бы предателей в этих самых, в руководстве где-нибудь, чтобы получать сведения и влиять на принятие решений другой страны. И ЦРУ находило таких людей, оно влияло на решения в Советском Союзе. Например, отказались Советский Союз в 60-70-х годах, уже предошел к разработке собственной сети, аналог интернета. Вот, назывались ЕГСВЦ проекты и ОГАЗ. Вот, но благодаря своей агентуре ЦРУ помешало Советскому Союзу развивать эти сети. И в итоге США, несмотря на свое отставание, первая внедрила интернет, да, мы это уже знаем. Вот, то есть агентура была и она работала, несмотря на рассказы, какой выдающийся КГБ и какая плохая ЦРУ. Они работали, вот, в других местах работали тоже ЦРУшники, все это. Но КГБ занимается херней, оно ищет низовых людей. Низовых людей вообще трогать не нужно, они не имеют никакой ценности, не имеют никакого значения для общегосударственного. 11 человек, ладно, это был бы лидер мнения, у него бы там организация была на тысячу человек, да. О, это уже действительно имеет смысл. Или сотня человек, плюс они достаточно агрессивные, там, активные. Это да. 11 человек. И чем? Слушают грампластинки джазовой музыки. И КГБ этим занимается. Вот почему мы проиграли холодную войну. Потому что КГБ херней маялась. С записями такой, да, устанавливает связи. По заявлению самого Судакиса, он, как филателлист, посылал в разные страны негашенные советские почтовые марки. Взамен которых получал грампластинки с записями модернистской джазовой музыки. Чтобы завоевать симпатию, он в письмах, посылаемых в капиталистические страны, допускал клеветнические измышления по национальному вопросу в Советской Литве. Ну, это да, это он плохо делал. То есть он просто, чтобы ему больше верили и сочувствовали западные ребята. Это, кстати, вам о том, как националисты работают. И как они плачутся о том, что, ой, как ужимают права национальных меньшин, сексуальных меньшин и прочим в странах СНГ. То есть они специально это делают, чтобы получить симпатию и какие-то выгоды с запада. По национальному вопросу в Советской Литве. Но это еще самые безобидные варианты того, как это сейчас происходит, это значительно хуже. Имел значительное количество грампластинок с записями модернистской джазовой музыки. Судаки стал выявлять среди молодежи лиц любителей этой музыки и приглашать их к себе домой. А также группировал вокруг себя в молодежном кафе Плеяда. Люди слушают джазовую музыку, твою ж мать! И КГБ этого так волнует. Во-первых, в КГБ показывается, что не разбирается, откуда джазовая музыка произошла. То есть это дебилы такие, которые видели звон и не знают, где он. Они не разобрались, откуда джазовая музыка, что это происходит, что это вообще афроамериканцы ее придумали. Зачем эти подробности? Не, мы будем на ведьмы охотиться, херней маяться. Во время таких сборищ Судакис проигрывал полученные из капиталистических грампластинки и восхвалял западную культуру. На этих же, вот смотрите, на этих же, то есть они вызывают Судакиса. На этих же собраниях Судакис и еще там какие-то ребята, Лейбович, допускали националистические суждения и рассказывали антисоветские анекдоты. Ай, твою ж мать, какая это хрень, да? Вот делать было нечего КГБ. Делать было нечего. Дело было вечером, решили они посмотреть порнуху бесплатно, КГБшники, и пошли вот сюда, да. Так смотрите, то есть он, ну, восхваляет западную культуру. Провели бы беседу, объяснили бы, чувак, ты восхваляешь, вообще-то это афроамериканцы придумали. Те, которых в США расизм убивают, им не дают права голосовать, да. А они придумали такую музыку. Блин, этот человек бы стал бы социалистических взглядов сразу, моментально, без всяких вопросов. Потому что просто рассказали правду. И все. Вот это работа, как я показал, да. А то, что вот это КГБ занимается, это херень занимается. На этих же сборщиках, ну да-да-да. По этому вопросу Судакис в своем заявлении пишет. И Судакис не любит, какой-то Сновакис, что-то такое. Судакис не любит лиц русской национальности, ибо они, по его словам, тормозят развитие литовской культуры. И ведут литовскую нацию к обрусению. В некоторых вопросах я также поддерживал Судакиса. Это написал один из чуваков. То есть, ну, в СССР действительно была проблема с культурой. Потому что, несмотря на то, что Ленин записал и указал, что главный для нас это кинематограф. В итоге в СССР кинематографом занимались мало. Потому что США прочитали труды Ленина. И США, враг, большим вниманием отнеслись к мыслям Ленина, чем, собственно, коммунисты Советского Союза. То есть, блин, это просто паршивость. Если вы думаете, что я коммунист, значит, я обязательно должен быть, вот, прямо восхвалять Советский Союз и не видеть недостатков. Советский Союз проиграл из-за своих недостатков. И у меня в реконструкции есть улучшенный вариант Советского Союза. Я выступаю за вот этот улучшенный вариант. Потому что то, что вот это делалось, КГБ, это полная дичь и херня. Они слушали джазовую музыку. Конечно, они будут против советской культуры и выступать, потому что им нравится джаз. А им запрещают слушать то, что им нравится музыку. И они бы хотели привнести джаз в советскую культуру. При этом КГБ не разобралось, что джаз, это, поймайте, придумано афроамериканцами. Да и сами Судакис, он тоже был дебилом и не понимал этого. В собственном заявлении указывает еще какой-то чувак. «При встречах с товарищами татарата восхваляют западную культуру и жизнь на Западе». Кроме того, Судакис часто высказывалась мысль о том, что в Литве проводится политика обрусения. В чем я также с ним согласился. Обозначал оскорбленными словами тех лиц, особенно из советско-партийного актива, которые не признают западной культуры. Знаете, что еще можно было сделать? Показать этим ребятам Куклус Клан и что Куклус Клан делает с афроамериканцами, которые и придумали ту музыку, которая нравится вот этим ребятам. Как вешают, фотографии вот этих повешенных, и где пикник потом устраивают. Есть фотографии по Куклус Клану, где собираются тусовки, вроде нормальные люди, вроде просто вечеринка такая веселья. И висят на столбах афроамериканцы, не на столбах, на деревьях, да, повешенные. Вот, вот эти картинки показать. И сказать, ребята, вот смотрите, мы вас там агитируем в советскую культуру, ну пускай российскую культуру, да, смотреть. А вы хотите западную, вы хотите, чтобы вас вот так вот вешали на столбах, да, как национальную мишину, как ваших афроамериканцев, которые джаз поют. Вы хотите, чтобы так это происходило? Вам вот это нравится? Говорю, при такой работе, как вот я сейчас рассказал и показал, вот эти ребята, все 11 штук, резко стали бы просоветскими и просоциалистическими. Они бы начали говорить, что типа плохо, что музыку запрещают, но в целом, конечно, США ужасные. А КГБ занималась абсолютной херней. Оно настраивало самих граждан против социализма. Вот почему я против спецслужб. Потому что спецслужбы вредят. Вот конкретно вредят. Дальше. В своем заявлении Судакис пишет. Во время наших встреч мы рассказывали разные анекдоты, в том числе и на политические темы. Особенно много антисоветских анекдотов рассказывал такой-то, такой-то и Лейбович. Анекдоты рассказывают, блин. И КГБ вместо поиска реальных предателей записывает, какие же там анекдоты. А где, интересно, есть ли сборник, я не находил пока, но может КГБ выпустило. Сборник антисоветских анекдотов. Аналогичные сборища проходили на квартире у Лейбовича, на которых приглашались девушки легкого поведения, устраивались выпивки, оканчивавшиеся оргиями. И рассказывались антисоветские анекдоты. Вот они смотрят на оргии. Я уверен, что где-то, знаете, вот есть порнушные сюжеты, там где приносят чувак пиццу, и типа потом секс начинается. Вот здесь порнушный сюжет. КГБшник следит за теми этими самыми, как они назывались, стилягами, которые слушали джаз. Следит за ними, а потом в окно смотрит на оргии и передергивает. Вот это реальный образ КГБистов. И понимаете, есть разница между тем, что в СМИ показано, какие КГБисты такие, они хорошие, принципиальные. И вот на реальных документах, чем они занимаются. Это же абсолютная херня. Это же абсолютная дичь. Ну, то есть, это лишняя трата времени, это не имеет никакого отношения к реальным предателям и проблемам в стране. Более того, они настроили всех этих людей против социализма. Хотя можно было подойти, я показал вам примеры, как за социализм. И на основе правды. Ведь, понимаете, работает очень хорошо правда, честно, когда настоящие документы показать. Человек почитает, посмотрит и поймет, да, действительно правда. Аналогичные сборища происходили на квартире, ну да-да-да. Так, в своем собственном заявлении Львович пишет. Вечеринки у меня дома происходили довольно часто. Без их участниками были я, Ольга Гусева, Алла Гребенева. Это по поводу, кстати, в Советском Союзе секса нет, да, оргии устраивали. Орги устраивали. Секса в Советском Союзе нет. А у меня есть еще материалы, там, где эротические сцены в фильмах периода Сталина. Да, что там в театре творилось? То есть, фильмы, понимаете, все время в Советском Союзе были фильмы, где эротические сцены были. Причем есть эротические сцены, такие, которые сейчас считаются противозаконными, да, вот. Но они такие есть в советских фильмах, такие сцены, да. Даже в сталинский период есть такие сцены эротические. Так, а в театре там в 10 раз больше было разврата. Там реально, там в театре тоже регулярно оргии проходили. В Советском Союзе секса нет. Конечно, конечно нет. И сейчас, знаете, вот эти, кто вспоминает Советский Союз, большинство придурки, дебилы, которые не знают, не учили документов, не изучали истории. Я поддерживаю Советский Союз там, где есть правильные и хорошие решения. Там есть. И есть ряд вещей, которые в Советском Союзе на голову превосходили, все, что есть в СНГ. Но есть вот такие моменты. Поэтому я рассказываю так, как на самом деле было. А там они врут, что тут секс нет. Вот оргии занимались. И КГБ подсматривало. Интересно, видеозаписи они делали. Это же надо снять на пленку, доказательства имели. А так, Судакис, значит, Альбин. Иногда приходила к Колерова Татьяна со своей подругой. Обе ученицы 28-й средней школы. Школьницы. Чем оргиями школьницы занимались? В Советском Союзе. Ребят, вот вам настоящая история. Во время этих вечеринок и когда мы собирались в кафе-читальне, мы все рассказывали анекдоты, и в том числе и антисоветские. Приходилось рассказывать и иные. В результате бесед с указанными лицами было выяснено, что любители ультрамодернистской джазовой музыки Судаки Статата использовали скопление молодежи в кафе Пеледа, пропагандируют западную джазовую музыку путем проигрывания записей на магнитофоне этого кафе. Пользуясь доверием со стороны администрации и членов совета кафе-читальной Судаки Статата имеют свободный доступ к магнитофону, а иногда остаются дежурить там и что-то за членов совета этого кафе входят. Используя отсутствие администрации и членов совета кафе, они после 23 часов проигрывают принесенные им записи. Секс и сборки все это типично, что интересно молодежи. Понимаете, молодые люди, им интересен секс. Вы представляете, мне тоже в подростковом возрасте, да в школьные годы, что там говорить, были преподавательницы, которые мне очень нравились, и если бы была бы возможность, я бы с ними и спал бы. И уже в университете были преподавательницы, которые тоже мне нравились сексуально. И секс это интересно, да? То есть чем они тут за... и КГБ за этим следило. Так что если вы сейчас смотрите порно, ребята, за вами следит ФСБ. Вы думаете, это шутка, ребята? Вы думаете, шутка? Нет. ФСБ следит, какие комментарии вы пишете, какие сайты порно и какие конкретно порно-ролики вы смотрите. Вконтакте смотрят, какие вы порно-ролики просматривали. Это важный вопрос для ФСБ. Ты что? И для ЦРУ это супер важно. Пользуясь со стороны администрации, членов та-та-та-та, в задании комитета государской безопасности Литовской СССР, судакесу, то-то-то, проводились профилактические беседы, во время которых только один вел себя откровенно и глубоко осознал свои ошибки. На основании изложенного считаем целесообразным с указанными лицами продолжить профилактическую работу с привлечением общественности по местам их работы и учебы. То-то, то-то. Ну, смотрите, снова-таки, они дебильно работают, КГБ работало хреново, потому что я объяснил еще раз, каким образом можно было пообщаться с этими ребятами без какого-то насилия, понимаете. Тут многие подумают, что профилактические работы, это типа их пытали, на самом деле там плоскогубцами пытались или что-то делать. Нет, профилактические работы, это реально беседы, это попытка пристыдить людей, есть материалы, вы можете поискать, сами зайти на вот этот сайт и почитать больше по документам КГБ, да, как они работали. В том числе я призываю и документы ЦБР, ЦРУ, ФБР читать, чтобы иметь общее представление, как было развитие. Я, к сожалению, не могу найти документы корпораций западных 70-80-х годов, потому что вот как разница между спецслужбами, я ее заметил, на примере документов КГБ и ЦРУ, ФБР. А вот разница между, я ходил в архивы, изучал по работе совхозов, колхозов, заводов, министерств, авиаотрядов, университетов, кофеин, магазинов, складов в Советском Союзе, как они работали. То есть множество различных организаций, да, в архиве изучал эти документы. Но я не находил, я пытаюсь все найти, не могу найти, как работали американские корпорации. Потому что мне хочется сравнить на самом деле разницу. То есть какие они были и в чем разница этих подходов была. То есть как по-другому это действовало. Это очень интересно, потому что, конечно, в реальности советский уровень производства и руководящей культуры на голову выше современной культуры СНГ. Ну дебилы, просто в СНГ те руководители, которые сейчас в СНГ, это дебилы и сволочи. Бездари, которые ни хера работать не могут. Даже если бы захотели. Они еще и к тому же и предатели. А в Советском Союзе, когда видно, как на самом деле работали руководители, какие решения они принимали, насколько это было качественно и хорошо. Конечно, это плюсы. И тут высказаться очень хорошо. И мне интересно в контексте, в разрезе, как это было у этих самых, в США, у корпораций. Но я не нашел пока документов. Вот спецслужбы, если сравнивать, как работали КГБ, ЦРУ и ФБР, то я скажу, спецслужбы ФБР и ЦРУ гораздо более подлые, гораздо более жестокие. Они приемлют ликвидацию убийства людей. Для них это вообще норма. Они приемлют насилие. Они приемлют ложь в контексте других государств. То есть использование обмана для того, чтобы оклеветать какое-то государство и вторгнуться в другое государство. Это очень агрессивные и жестокие службы. Они в том числе и пытки приемлют. Да, ФБР и ЦРУ занимаются пытками. В то время как КГБ, это информационная больше организация, они собирают материалы, они ведут шпионаж. То есть они изучают, что там, какие производства в США проходило, те материалы, которые опубликованы литовским КГБ, там в основном касается именно агентурной работы. То есть КГБ работало с националистами. Но они не убивали националистов. А что они делали? Они дискредитировали националистов. То есть там были националисты, которые были связаны с Папой Римским и, собственно, с Ватиканом. И они там самых влиятельных, на них клевету делали. Ну, то есть лгали, да, насчет вот этих действий. И таким образом дистанцировали, ссорили между собой различных националистических лидеров, чтобы они с друг другом сталкивались. Вот это делало КГБ. Кроме того, известны некоторые материалы. У меня воспитатель был работником КГБ, пограничником, офицером погранвойск. А все погранвойска, они относились к Комитету государственной безопасности. Ну и он пару раз проговаривался, что в Афганистане была такая практика, когда офицеры КГБ переодевались как талибаны. И там было несколько разных организаций. Ну, там, получается, было несколько группировок в Афганистане, которые с друг другом воевали. Там не было как единой страны. Там были разразненные бандиты-лидеры, которые вокруг себя сплачивали, ну, тоже бандитов, вот наемник. Это действительно бандиты, мафия, которые занимались наркоторговлей в том числе. И их поддерживала ЦРУ, вот, да, они поддерживали вот этих всех талибанов и прочее, прочее, да. Так вот, что делало КГБ? Агенты КГБ переодевались, тут там был, допустим, этот самый Панчерский Тигр, звали одного лидера, другого еще как-то. Ну, допустим, назовем его этот самый Американец, да, какой-то, вот, был Американец, вот, один лидер бандита, вот, и другой Панчерский Тигр. Так вот, КГБ переодевалось, допустим, в одежды и подстраивал таким образом, что вроде на базу этих самых Американца, вот этого, нападали Панчерские Тигры. Хотя, на самом деле, это были переодетые офицеры КГБ. Вот, вот такие штуки делало КГБ, да. Ну, в документах я этого не видел, но вот такие подходы использовались. Потом и известное дело, конечно, когда КГБ выкрало эти самые Розенберги, получило в Советский Союз доступ к ядерному оружию, что сдержало американцев от агрессии и нападений, и, конечно, сделало, несмотря на то, что Холодная война продолжалась, но это не превратилось в Третью мировую войну с применением ядерного оружия. Потому что стал паритет сил возник. То есть, ну, вот такое. А что еще ЦРУ делало? Они использовали этих самых психологов и разрабатывали при помощи психологов методики разрушения общества. И испытывали это в Детройте. То есть, США придумали не только ядерную бомбу, а они настолько мирные, что придумали еще использовать психологию для разрушения обществ. Вот. И различные там эксперименты проводились и в тюрьмах, как сделать людей более жестокими, как использовать авторитеты для того, чтобы разрушать общество и все это. И проводили эксперименты в Детройте. Вот. Поэтому, ну, интересные такие штуки узнавать. У КГБ, конечно, таких экспериментов не видел, не знаю, что такое было. Может, где-то, если вы знаете, если знаете какие-то документы, будет интересно почитать, которые вот в свободном доступе находятся. То есть, никакого секретного мне не нужно. А вот то, что в свободном доступе, да, это можно посмотреть. Да, на основании изложенного считаем, что... Ну, то есть, видите, чем занималась КГБ. Она занималась херней. Потому что на самом деле нужно было вот это вообще не трогать. А если уж там собираются вот какие-то большое количество людей, то снова-таки рассказать, кто придумал музыку. Что это афроамериканцы. Что рассказать о делах, что с афроамериканцами делают США. Что у них нету никаких прав. Что у них вот расизм процветает. И что это творится с афроамериканцами. И что это афроамериканская музыка. Это они придумали ее. А потом привести по аналогии. Вот смотрите, вы национальная меньшина, да. Вот мы недовольны, что мы проводим русификацию, там еще все это. Вы хотите, чтобы мы, как расисты в США, вас стали вешать на этих... На каких... На деревьях. И фотографии показать. А там есть куклу с клановицей не стеснялись фотографию с повешенными афроамериканцами. Это можно и показать им. Смотрите, вот вам фотографии повешенных афроамериканцами. Вы можете сейчас зайти, почитать по куклу с кланом. И посмотреть фотографии куклу с кланом. Это уже доступно в сети, через гугл можете зайти и посмотреть. Зайдите и посмотрите. Убедитесь. Что и как. Что я говорю абсолютно вам честно. Вот эти штуки. И что получается. Что вместо того, чтобы нормальную работу проводить, КГБ вот их преследовало, запугивало их. Говорил, не слушайте джазовую музыку, как это плохо. А настоящие предатели тем временем занимали руководящие посты в КПСС. И в итоге это привело к поражению в холодной войне. А теперь обнищанию всего СНГ. Вот. И все из-за дебилизма КГБ. Потому что они посматривали порно. Серьезно. Вот вам тема для порно-ролика. Поро КГБ. Где КГБ стоит, смотрит в зеркало, либо записывает это на камеру, как там студенты занимаются оргии, групповухой. И наяривает. Знаете, вот эти есть порно-ролики, там где подсматривает. Допустим, приходит девушка, смотрит, как парень самоудовлетворяется. Или парень подходит и смотрит, как девушка самоудовлетворяется. А здесь офицеры КГБ подходят. Вот высокое звание офицеров КГБ. Чем они занимались. Так. Ну, в принципе, наверное, можно все уже, да, закончить. Давайте мы закончим вот этот диалог, наконец-то, да. Что там они поговорили. И продолжим уже в следующем эпизоде, да. Филиппо Эмузиджас. Да-да-да. Ага. Знаете, наверное, уже не продолжим, потому что я посмотрел по времени, что все уже, эпизод закончен. А Нурвенко, ну, революцию, джизрелью, віде, камара дой. такое... ...